Иван, неправильно я тут отключился. Ладно, ну слушаю. Меня видно и слышно хорошо? Да, видно и слышно. Все, вас так же. Слава Христу. Слава Христу. Владимиру тоже мир передаю. Он только пришел из больницы. Вчера-то он временно был. А, только выписали его? Выписали сегодня. А вчера не выписали, а отпросили его, чтобы он побыл в храме. А, ну-ну. А сейчас уже окончательно пришел домой помирать. Ну так выздоровел он или нет? Не знаю. Ну там особо-то не лечат. Так уж. Не до конца еще, не до конца. Не до конца. Дома буду залечиться. Это Феврония Петра лечил. Одну болячку оставил и снова будешь болеть, если не женишься на мне. Да. Авантюрная бабенка была, цветы записали. Вот тебе на. Ну дальше что? Ну, я что-то когда смотрел, тоже читал, я думал, вообще удивительно. Ну, нигде такого не видел, как вот это, с Петром и Февронией. Это вообще, это интересно вообще, правда? Точно так было? Ну, как написано, мы сами не можем сочинять. Да главное, что в заслугу ставят, что умерли в один час. Я говорю, это как раз и плохо. Хорошо, когда жена остается одна. Возьми книппер у Чехова, она лет 50 жила после него. А возьми Анна Григорьевна Достоевского. Она все книги его издавала. У Льва Толстого точно так же, Софья Андреевна. Вот возьми у Солженицына сейчас, Наталья Дмитриевна. То есть они заботятся о том, чтобы дело мужа не погибло. И она осталась. А вместе умерли бы неизвестно что. Ну и ладно об этом. Что? Что? Какие там новости-то? Ну, новости какие. Письмо я сейчас составил. Сейчас надо будет точно найти его имейл. Я вот отписал, мне ему скинут сейчас его точную почту. Я туда уже ему отправлю. А там как получится, как он ответит. Сейчас он занят, видно по Владимиру Головину. Набирает 100 тысяч подписей, чтобы начать разговор с патриархом по поводу этого. Потому что там вряд ли даже до него что-то доходит. Вот так вот. Но это такое сразу. Мне кажется, что должно заинтересовать. Должно заинтересовать. Вот хотел вопрос как раз в связи с Великим постом задать. Делайте так, чтобы голова была повыше. А то вы скрываетесь под дизгом повыше. Вот так вот. А я вот так себя досидеть буду. О-о-о-о-о. Так, давайте. А то потом оно неладно будет. Ага. Так, ну записывая все, можно выкладывать. Это я заранее говорю. Вперед на много лет. Мы же договорились, чтобы претензий не было. Ну вот по поводу Великого поста. Расскажите, пожалуйста, как правильно его держать. Вот действительно его держать правильно. Вопрос решен. Я скидываю вам материал. У меня как раз книги к истинному православию там есть. У вас же есть книга? Да. Все. Но у меня есть только в электронном виде. А, в электронном. Ну, в общем, я в электронном и хотел сослаться. Там заголовки открывайте к истинному православию. Написано о посте. Там о Великом посте все абсолютно. До единой буковки. Больше другого нет. Я работал с большим уставом, которым жила Россия. Ну, сколько? 700-800 лет. А другие уставы там, Соловецкие, там по-другому. Потому что там нет хлеба. Им разрешали сущую, то есть сушеную рыбу. Лишь бы труднее, желудок перерабатывал. Ну, так в итоге я просто смотрю, календари разные. И по-разному в календарях написано там. Я знаю про это. Мне разные брать. Я говорю, то, что жизненный большой устав, большой буквы называется. И по нему жила вся Россия. Других уставов не было. А сегодня они откуда берут уставы, ни происхождения, ничего неизвестно. А то, что я говорю, это у профессора Скабалиновича, у всех ссылки именно на эти материалы. Когда много материалов, я избираю тот материал, который выдержал самое длительное в истории церкви время действия. Вот это самый большой устав. Я по нему работал, со славянского, церковно-славянского, переводил на русский и издал в книге. По одному дню показано даже, когда что можно есть. Но не стал читать молитвы. Молитвы, это другой вопрос совсем. К посту не относятся. Ну вот, да. Ну вот вы мне переслали молитвы-то. Я вот начал сейчас уже, составил вот эту. Несколько книжек сделал таких. Так, обожди. А зачем крестом с этими набалдажниками? Зачем вы так делаете? А что это не православное? Это все глупость человеческая. Крест. Вот это где? Дальше-то отпереть надо. Крест должен быть так, 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 черта. Как вот одной линии провести? Ровный. Ровный, абсолютно. Прямая поперечина и вверху, и внизу. Все остается то же самое. Но вот этих накруток, это ниоткуда взято. Ниоткуда. Ну вот смотри. Я не знаю, вам видно будет или нет. Я держу псалтырь. Видно? Да. Ну какой крест? Посмотри, что наворочено-то. Ну, для красоты они, видимо, сделаны. Никуда не годится. Это все делает не человек. Это, я считаю, лукавый дух делает, чтобы скрыть даже крест Христов. Такого не было на кресте, не было. Обыкновенный столб поперечина, не упребили. Крест может быть четырехконечный, шести и восьми. Восьми, что под ногами, это выдумка. Ничего этого не было. Но православные так сделали, мы это принимаем. Ну да, ну да. И руки не просто прибиты, они привязаны. Нога от гвоздей, тело прорывается и тебе падает. Ну, надо вам просто реально смотреть. А у старобрядцев он вот так вот он стоит. Ну, так не бывает, он вот так висит, а биша. Но это Христос бодрствующий. Что про это говорить-то? Мы можем оправдать все. Вот старобрядцы, а не голубя нельзя есть. Дух Святой был так. Я говорю, а свинью можно. Ну да, а почему? А Христу желчь давали свиную, а он пил. Ну, откуда же вы взяли-то? Кролика нельзя, зайца нельзя. Хотя в Новом Завете написано, кто будет запрещать есть пищу, которую Бог сотворил. Это учение бесовское. Бесовское. Дух лжи учит так. А как, любая пища, если она тебе пригодна для еды, ты можешь Словом Божьей молитву освящать. Так посланник Тимофеев Павел пишет. Да. А вот такой вопрос. А еда, вот у нас, я в Татарстане живу, в Казани. Так. И здесь татары, то есть мусульмане. И у них праздник Курбан-Байран. То есть, и они, и я сам наполовину татарин, у меня родственники татары, мусульмане, наполовину. Ну, мать у меня татарка, но она три года назад приняла крещение. И вот, но родственники-то они же отмечают то праздник-то, мусульманский. И мясо они раздают всем. То есть, у них так принято, то есть, они заколят этого барашка, и мясо всем раздают, как милостыня. И вот, нам, как христианам, принимать это мясо или не принимать. Да зачем тебе это занесло-то туда? Ну, как бы я же родственник. Ну, мало что родственник-то. Ты знаешь, что как? Написано у нас, не принимать. Потому что ты знаешь, что это то-то, то-то посвященное. Не принимать и не ходить. А если пошел, иди по делу, рот не раздевай. Нет, я не хожу, да. Апостол Павел говорит, все, что продается на торгу, ешь и без исследования. Но если сказали, что это жертвенное, тогда не принимай. Это жертвенное. Это не просто так. Они по-своему освящают нам, христианам. Не надо ничего говорить, а просто я не принимаю. Я, например, мясо ворот не беру. Никакого. Никакого. Полвека. И нужды мне нету никакой. Я просто вам отвечаю, как нигде ничего не брать. У нас один был, пошел, там обкуривает у кришнаитов-то. Ну и пришлось ему под скамейкой ползать. Яблоко дали, оно упало, и он пополз за ним туда. А теперь, говорит, а мучается, может быть. Не надо. Ну все понятно, понятно, да. Это вопрос. Вот я просто, да, читал тоже апостола Павла послание. И вот я, да, читал эти строки, что вот если ты не следуешь, если тебе дали, ты не знал, то ты как бы ничего страшного. Ну а тут-то знаешь, Феодор Атерон о житье говорится об этом. Желая сквернить христиан, они решили жертвенной там крови, чем окропить и продавать. Ну а его открыл это Господь. Ну и всех предупредили, и христиане стали есть коль его. Коль его, это называют пшеница, распаренная с медом. И на базар никто не пошел. И они поняли, что ничего нет. Ну и бросили глупости. Так что надо быть осторожным, не то что, а я не исследую. Да так можно тоже во время поста, и они исследуют. Ну ты видишь, пирожки с мясом, но я не исследую. Ну еще не исследую. Ну да. Не стоит его, говорит. А если, говорит, я тут проснулся, вчера мясо стояло, сегодня пост. Еще в зубах осталось, это как быть? Ну сплюнь, а вон еще. Жареного кабана захвусил и спит в зубах и на него. 50 килограмм сыра, сырого мяса. А так, к слову сказать, может и не было этого. Не надо лукавить. Про полощи рот, и на этом все закончилось. Ну вот сегодня полное воздержание по правильному, да? Да, по правильному. Великий пост так, если можешь. Понедельник, вторник, ни пить и ни есть. В среду один раз сухое день, и то есть не вареное. Сейчас я запишу. Да там все написано. А, ну вы мне скинете. Ты мне скинете. Я не по счету скинет, и когда у вас вы имеете. Где? Ну, а, ну, я понял, понял все. Понял. Там написано о посте, кисном православии, заголовок. И мне вот так, и все вылетело. Вот. И если ты это узнал, значит, в среду один раз. В четверг ни пить и ни есть, в пятницу один раз. А в субботу и воскресенье поста нету. Разрешается растительное масло. Ничего. Ни рыбы, ничего. И так на последней неделе то же самое. А пять недель так просто. Вари, ешь, но только чтобы не скоромное. Ну, то да, это так. У евреев пост был больше похож на мусульманский. Они от звезды первой до звезды не ели, ничего. Не ели, не пили, а потом ели. Но у нас принято вот так. Я православный, придерживаюсь этого поста. Ну, а что, зелень? Так зелень не ограничена. Хоть какую ешь. Но Василий Великий говорит, не белины же мы объели, чтобы есть белину. Ну да. Ну да. А так вот сухоядение, это вообще что означает? Не вареная, значит, пища сухоядение? Объяснение дается такое. Сухоядение. Вареное. Вареное, ну, без всяких там, видимо, привкусов. Картошка заранее у тебя сварена была. У нас как-то интересно было, мы с женой пришли. Ну, уже два дня, кажется, прошло. Ну что, маленько сухариков возьмем. А она на противне насушила. Ну, по сухарику давай съедим. По сухарику съели, да может не повредит, по второму съедим-то. И сколько на противне-то лежало, там горсти по две-то, и все, и съели. Плоть-то робби, но зело мал, беременное, зело престарелое. Я свободно вхожу в последнюю группу. Если я один день не пью, вот даже сегодня уже, у меня нету нигде места, которое бы не болело. Судорого стягивает, обезвоживание организма. Потому что я в морозилке был, и со мной еще делали, а организм сбитый с толку. Поэтому я, ноги теплые, и приходится пить жидкость. Вот так, иначе я не худа, я не могу. Я стою, скорее ноги в валенке, по избе хожу, кое-кое-как это убрать, чтобы, ну, не стягивало, рвет буквально мышцы. А когда нормально все это, у меня этого нету. Так что, ну, говорит, по немощи, Господь дал нам не для муки пост этот, а для славы своей. Ну да. Сегодня у меня ночью с пол первого это все. До самой маленькой, до самой подошвы все судороги стягивают. Воды надо выпить. А я не пил, берегся себя уже, входил в это. Никак. И рот, как ножами режет там небо. Ну, это электролиты, они же кончаются, и все. Ну, как, каждому свое. Без еды я могу, а без воды никак. Без еды. Да. Так, все, спасибо. Спасибо, Христос. Вот еще, в принципе, весь интернет, вот, все батюшки там, которые в интернете есть, там все забито по поводу поста, что пост сугубо духовный должен быть, что, мол, не ешь, важно не есть, как бы, ближних, ну, пост, а не, как бы, там, не еду. Ну, типа, дело не о еде. Ну, я где-то еще год назад или полтора, хотя до этого я держал нормально пост. Наслушался этого, и думаю, ну, пост это вообще не важно, главное вот эти все, не есть ближнего, и не держал пост. Ну, как, держал его, но как-то по-своему там. И я на своем опыте убедился, что только пагубно привело, только худшим последствием это все привело. Ничего хорошего от этого нету, чтобы, там, как-то его отменять от себя, как-то там, какие-то собственные, ничего хорошего нету. Это в духовном состоянии в худшее я впал в итоге. Главное, лучше. Так а ты с лучшим-то и то исполняй. Господь говорит, это исполняйте, и то не оставляйте. Исаия говорит, вот пост, который Господь дал, нравственность, да, ну, и пост-то это должен быть. Ну, а что, а почему так? Пираты захватили корабль с церковью, ну, есть ответ. Где это видно? Значит, пост не ешь ближнего, а в такие посты можно, поста нету, Пасха, теперь грызите друг друга или что? Ну, дальше-то рассуждайте. Во время поста надо быть тихим, мирным, а поста нету, теперь хвост с дудкой и пошел гулять, да? Это не годится. Пост для того, чтобы обузать тело, сокрушить дух. Павел говорит, смиряю, порабощаю тело мое. А как порабощаю? Попробуй с сектантами говорить. Нет, тело это храм. Я говорю, да он не храм, а Череповецкий комбинат металлургический. Столько зловония уже идет. Интересно, баптистский руководитель молодежи как-то мы в Москве были. Ну, они меня пригласили к себе у них. Ну, а там приветствуют, целуются. Целуются не так, как щека в щеку потерлись, а в губы целуют. Ну, он поцеловался, я не сторонник, ну, в чужой монастырь так пришел раз. И он обернулся к другим и говорит, вот знаете что, вы, братья, только не обидитесь. Я сейчас скажу, вот если Игнатьев поцеловался, знаете, а от него хлебом пахнет. А с нашими поцелуешься, простите за выражение, говном пахнет. Мясо едят, а другой запах и не будет. А когда ты, один хлеб, он душистым хлебом и пахнет. Ну вот, да, 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 интересно, вот знаете, вот такой у меня еще вопрос был. Я вот раньше, я где-то в православии, вот узнал в христианство, то есть я крещен-то таким неправильным образом, не крещен даже, я уже показывал фотографии, в детстве был. А вот пришел в православие где-то в 19, а до этого я где-то только не был тоже. Там, мне все читали книжки всякие, там Гарри Поттеров и прочее, а мне попали книжки по буддийским практикам. То есть я все просто, мы там с другом только их и читали. Там, ну, там Лапсанг, Рампа, такие, может, вы слышали когда-то. То есть там, ну, буддизм, можно сказать, буддизм. И там всякие практики, медитации, выход из тела и прочие, прочие там практики. И мы это все в детстве, представляете, лет нам 14-15, там, 13, мы читали и практиковали. И у меня там все так хорошо получалось, там, выход из тела, к примеру. И я вот сейчас, как бы, я потом-то уже в 18-19 лет, когда я уже стал читать, там, с Христом познакомился, то есть со святыми отцами, я стал понимать, что это бесовщина все. Да. Но для меня вопрос, знаете, в каком он остался? Ну вот, вот я лично, раньше, когда занимался этими практиками, вот эти, оккультными, я вот выходил, я мог, то есть практиковался, я мог выходить из тела, то есть летать, сквозь стены проходить, то есть как душой. И как этому объяснить с точки зрения христианства можно? Да никак не объясняется. Сатана обольщает, и никуда ты не выходил. То есть это просто обманывается. Это с антихрист будет тоже призрачно, чтобы на тебя напустить такое, что-то ты можешь делать, ничего ты не можешь. Где ты есть, там и остался. Ни апостола, ни Христос, никто из тела не выходил. Душа вышла из тела, все, капут тебя, тебя зароют. Зачем это нужно? Для того Бог засоединил тело с душой, чтобы мы тем и другим служили для Него. А я, например, начал заниматься, ну, допустим, исламом, там, другим, опытным путем шел. Не сомневаясь в христианстве, ну, просто узнать. Я понял, буддизм, все это чистый сатанизм. Да, да. Так самое интересное, что когда я после этого покаялся, и обратился, и стал бороться, то есть я молиться стал больше, в храм ходить, как на меня после этого, где-то два года, два года, вот то, что вот эти все практики, ты как пробитый для них становишься, для бесов, ты для них пробитый становишься, открытый от этих всех практик. То есть это вся разница, что практики, ты ими занимаешься, и ты для них все больше и больше открываешься. Защита тебя Божья все больше и больше сходит. И вот, когда после я обратился, вот они мне в силе. То есть они вот, вот все вот эти, я лежу, если до этого я практиковался специально, чтобы выйти из тела, то когда уже после обращения моего христианства, я просто лежал, я прям буквально чувствовал, что у меня руки берут, чьи-то руки берут за ноги, и вытаскивают их туда-обратно. То есть буквально это в течение двух лет, это все было, потом все, конечно, это прекратилось. Но ночные всякие запугивания, ночные всякие страшилки. В течение двух лет они как бы прям злились на меня очень сильно и терзали вот этими всякими страхованиями. Ну я, в принципе, читал, и даже и со священниками разговаривали. Они говорили, так со всеми происходит. Всеми, кто оттуда уходит, это происходит со всеми. Вот. Вот такой еще вопрос. Вот по отношению к молитве, по-разному бывает вот молитва, я сейчас вот эту семикратный в день стараюсь читать, конечно, семикратно у меня не получается. Я максимум пять раз могу дополнительно. Потому что семикратно, это вообще как будто каждый, я не знаю, очень часто надо это делать, не получается как-то так. Только если ты свободен, целый день свободен, тогда получается. Вот по-разному бывает. Бывает молитва сухая, как будто в пустоту, а бывает живая. И вот это с чем связано, и стоит ли на это обращать внимание вообще? Ян Заталус говорит так, если у тебя истинное желание такое, и ты на молитве весь расположился, то награда тебе никакой нет почти от Бога. А когда ты не мог, превозмогал труды твои, тогда награда выше твоя. Вот и определяйся теперь. Чем это связано? Со многим. С усталостью, с работой, что-то в душе такое. Зачем исследовать? Ты молись и всё. Нам не дано право там исследовать себя, настроение. Богу наше настроение-то и совсем нигде не требуется. Требуется то, чтобы мы были с ним рядом, чтобы мы шли с ним, следовали за ним. И молились, и написано, не перестану молить. Дольше никаких пояснений не даётся. Я поэтому выполняю то, что положено. А вот, а как мусульмане? Зачем мне мусульман судить? Я знаю, они молятся. И когда они молятся, у меня настроение такое помолиться. Ну вот они молятся. Они же что-то получают, иначе бы они не молились. Да, молились и вааловы жрецы, ваали, кололи себя. Зачем бы кололи, если бы этого никогда не было? Значит, было, но при пророке Ильи этого не было. Они скакали, и всё, и кончилось тем, что он 450 голов отрубил. Вот так. Так что, надо доверять Богу. Господь сказал, я выполняю. А какие у вас откровения? Я ни разу в жизни не слышал ни одного слова, ни одного видения, не имел. Почему? Я прошу, что мне не надо, Господи, я не хочу этого, как Иоанн Златоус говорит. У меня вера достаточная. А как же горы переставлять? Вера бывает для спасения, вера для чудес. Это две веры, разные. Которые для чудес, у меня её нет, я не ищу. Зато он говорит, зачем мне чудеса? Иудеи требуют чудес. Я просто верую. Верую, Бог сказал, так и будет. Я вот написал, не кому-то, а именно вам написал, а если связаться с таким-то человеком, и вы сразу за это дело взялись. Почему? Пока вы берётесь, я уже молюсь об этом. Я это принимаю, как ответ от Бога, что человек серьёзно отнёсся. Ну да. Ну да. Мне даже отец помогал. Удивительно. Ну, вот когда мы просим что-то у Бога, молимся, к примеру, мы как должны в это верить? То есть, допустим, если я, как бы, молюсь Богу, прошу Его благословения на какое-то дело, я же не должен никого ждать ответа в душе у себя. Я просто должен идти и верую делать, правильно? Ну, ждать ответа-то можно, нам это не запрещено. Но нигде не указано, чтобы Богу я сказал, вот так-то ты сделай. Нету детей, женились и нету детей. Молятся год, два, три, четыре, пять, шесть, семь. По-еврейским, если она не родила, имеет право развестись, как мне говорят, что такой порядок у них. Здесь 19 лет и ничего нету. В 20-й год забеременела и два няшек родила. Исаака и этого, я говорю Исаакова, Якова и Исаава. Ну вот, у нас с женой тоже детей нету, и мы молимся. Ну, я что-то стал вас смотреть, я стал молиться сейчас и понимать, что почему я понимаю, почему нету. Ну, мы кого воспитаем-то? Просто надо себя сейчас воспитать, чтобы можно было кого-то воспитать. Я прям Бога благодарю. Хотя мы и хотим, конечно, детей, но не дает пока. Но слава Богу, может быть, даже. Надо, иначе кого мы воспитаем-то? Я молюсь, и всегда добавляю, да будет воля твоя, не как я хочу, но как ты. Мое желание вот такое, Господь, а остальное ты знаешь, как это сделать. И поэтому Господь так удивительно делает, через того, кого не ожидаешь, и внезапно дело выполняется. Надо благодарить. Вот мне сегодня сколько написали, молиться о здоровье, там какая-то авария была. Я молюсь. А результат какой? Да от меня ничего не зависит. Молитва вообще ничего не значит, кроме того, что она отверзает двери для благодати Божией. Вот и все. А вот я тоже слышал, вы говорили, у вас племянник служил в президентском полку. Да. Я тоже там служил, мне просто интересно, а где он там служил? В Москве. В Москве. А так, не знаете, по-другому. лошади на лошадях, что-то с лошадями. А, в конном экскорте. Ну да. И он ездил туда, когда поехал, там мои книги взял, которые у него был непосредственно начальник в Москве, он ему подарил книги. Хорошее отношение было, его отпускали в церковь. Кажется, первый раз его даже сопровождали туда. Он ходил, он из старобрядцев. И там в Наргошском поселке, на Наргошском кладбище у них храм. Ну и вообще как-то преследовали, никак. Как будто бы, но тут его проверяли очень дотошно. И соседи, все расспрашивали, кто. Ну и понятно, что имеет доступ фактически до тела главы государства. Да. Да, я знаю, потому что тоже все это проходило. Но, хорошее, и вот если действительно люди, кто хочет именно в армии отслужить и не потерять зря время, туда, конечно, попасть очень хорошо. Потому что там занятые все время, целый год занятые, нету ни дедовщины, ничего от этого нету. Офицеры образованные. Я не знаю, как в армии. Вот у нас, когда я был во Плоте, тогда 4 года было служить, а сейчас полтора. 4. Я в год. Говорили. Год, год, говорю, сейчас год. Ну вот, вот я тогда занимался языками, разные языки изучать, политические системы мира. Приехал там, человек в армию, прислали, он знает радиодел, а я не знаком, я сразу занялся радиоделом. У меня времени абсолютно не было. Нету вас свободное. И некогда было там, идут куда-то там, цирки какие-то, еще это бывает, для солдат. У меня не было этого, я занимался, и все. Это у меня, армия для меня до того легкая была, да тем более мне должность дали, она одна была, она весь Дальний Восток. Я вот кому говорю, даже не верят. Увольнительная, я говорю, на сколько дается, ну, 6 на 4. Я говорю, у меня в январе выписывалась, до 31 декабря, на год, увольнительная, а я, ну, просто рядовой, а мне сразу звание сержанта на должность старшины. Это вообще не придумаешь даже. Одна должность, и кого не спрошу, военная, разве такая должность есть? Я говорю, а по смыслу? Ну да, это надо. То есть я техник, смотритель воинских зданий, ракетных войск Дальнего Востока. Определял, кому из офицеров, там, ну, ниже составом, квартиру нужно давать, и его плохие условия. Я должен был ехать в город, как я имею строительное образование, техникум, прорабом работал. Ну, и я все осматриваю. Были ошибки. Как сейчас помню, даже сейчас помню, как-то, ну, что спрашивать, патриот. Там закрыли какое-то, и стали расчищать, расчищать доски, там, отрывать. Ну, меня послали разобрать это, как? Ну, я разобрался, и сторож ворует. Сторож. Я мог это прикрыть, а я, как было, так и написал. Что ему там было, сторожу не знаю, ну, думает, ну, мог я тогда по-другому-то. Я опять же, я бы соврал тогда, нельзя опять. Я с ним поговорил, я говорю, ты верни это назад, а я так и напишу, что ты вернул. Но я в то время о Христе еще не знал. Но вот такая, один раз была такая история, она меня как-то на сердце довела. Ну, а как поступать-то в этом случае-то? Ну, так и поступил. У меня постоянно такие истории, постоянно по работе. Ну, я рассказываю о том, что внутри у меня было нехорошее чувство, что я с собой недоволен. А не с собой недоволен, и по-другому не мог поступить, потому что это моя должность. Мне платят за это, мне доверяют, а я прикрывать его не могу. Ну, вот так было, прости меня, Господи. даже не знаю, как бы надо поступить. И то, и другое плохо. Ну, я сказал ему, верни назад все эти доски-то, а дальше видно будет. Ну, вот смотрите, к примеру, вот я иду, у меня в должность входит, там, следить за дисциплиной, там, да, и я иду, и люди, где запрещено курить, то есть сотрудники, там курят. Ну, и, как бы я, естественно, докладываю об их именах, к примеру, и их премии лишают за это. Ну, и тоже, мне тоже на сердце не очень хорошо за это. Но, в то же время же, их предупреждали, делали предупреждение, но они не слушали этого. тоже. Я, я вот думаю, но, если никак нельзя повлиять, чтобы они там бросили курить, может, это и лучше даже? Я не знаю как, вот у меня занятия были в университете, и приходит человек, от него пахнет табаком. Дверь-то открытая для всех, я предупредил, хотя бы день не курили. Выхожу, а он в туалете курит, а в туалете вообще запрещено курить, там прямо надпись, а это уже мы рискуем потерять помещение. Ну, я тогда на входной, там список наших, кто учится, его выщипнуть, он идет, а его нету, и больше он не приходит. Ну, а как по-другому? Я не должен быть как тряпка. Закон, закон от меня не зависит, вышестоящий, и строго наказывает. И мы потеряем из-за твоего табака, а нам зачем это? Ходил какой-то туркмен, и так, хороший парень, все. А потом мне сказали, что он мать бьет, бьет, и подтащил ее там, в печку толкал ее. Ну, я с ним переговорил, Тимур, или как, я говорю, такое было, было. Я живу с младшим братом, она говорит, каждый день пьяная, и все попало, делает, там из дома тащат, и я говорю, ты больше этого не делай, иначе я тебя откажу ходить на занятия, чтобы не говорили, что мы вот таких, мать, чьи отца и мать, а там не говорится какое. А ты, видишь, как ты правильно, может быть, делаешь, как-то пытаешься усилиями оторвать ее от злого дела, но этого делать нельзя. По-человечески, просто, как миру можно, но ты говоришь, что ты уже веришь. Я ему крепко выговорил, он перестал ходить. Перестал все. У меня и выбора не было. Так, вот еще. А вот у вас, вы выставляли переписку с Сергеем в Ютубе, а вы не можете выставить ее так чисто вот почитать? Как именно? Переписку? Да. Вы ее опубликовали уже. Ну ее же в Ютубе опубликовали, правильно? Ну да. А так вот почитать просто без Ютуба, текстом. Я могу скинуть вам. Скиньте, пожалуйста. Да. Но в Ютубе там легче, лучше. Нет, нет. Сейчас, может, в компьютер это легче смотреть, но с телефона... Как бы я выставил, то чтобы другие это считали. Где? Кроме скайпа, нигде. Она такая большая, что нигде не вмещается. И он на десятки... Для каждого отдельно я рвать не могу. Там как книгу уже можно. Вот если мне скинете, я ее как книгу сделаю, и все. Нет, я не знаю книгу-то. Про книгу у меня речи нет. Я закончил издательскую работу. Ну нет. Имею ввиду, как книгу. Не книгу, а как книгу. То есть, чтобы можно было... Как вордовский документ скачал, и читаешь спокойно. Ну да. Ну а то сделана так стрелка, кто сказал, мне вообще нравится это. Ну это да. Но вот я не знаю, мне неудобно так читать. Потому что надо останавливать, нажимать постоянно. Останавливать. Нажать, когда у тебя кнопка-то, посередке щелкнул, и все. Это только в компьютере так. А сейчас 90% смотрят с телефонов, с гаджетов. А там надо нажимать, и там появляется такая штука. Еще раз надо нажимать. Посмотрю, и постараюсь вам скинуть. Скиньте, пожалуйста. Потому что очень интересно, я там читал. Очень интересно. Как вот на практике не дружить с миром? Вот в чем это отражается, не дружба с миром, не любить того, что в мире, на практике? Очень даже просто. Первым делом, развей бритву, чтобы никогда в руки ее не брать. Мир это делает, мирское все. Ну и дальше, что любит мир? Любит какую-то музыку, по порядку разбери. Что они любят? Любит ходить, любит балдеть, там то другое. Ничего это тебе не надо. Ты идешь в храм Божий, идешь на занятия. Люди не знают, куда деньги деть, а ты найди нуждающихся. То есть у тебя были на примете там многодетные, верующие, конечно. А не верующим. Ну не верующим, блаженный, говорит, что помогающий, кто пищет со своих. Особенно верующих, и особенно своих. Надо знать как. Ну вот, допустим, смотреть какие-то фильмы. А какие? Ну, которые, допустим, какие-то интересные, душеполезные даже, может быть. Душеполезные посмотреть. Во время поста сейчас не смотреть. Это запрет. А там прямо запрет. Телевизор Есгарт, оберни в другую сторону, а телевизор вообще повыше подними, да пониже опусти. Ну, туда же. Ну, то есть, нет, если имеется в виду смотреть, вот я-то так телевизор вообще не смотрю, но смотрю только вот такие передачи. Бывает что-то выйдет там про апостолов, там бывает что-то выйдет про веру, вот такое. Ну, так а почему не смотреть-то? Это-то нормально же. Ну, конечно. Я много смотрю документальных фильмов, много очень документальных и про войну. Меня интересует больше всего в мире одна личность Адольфа Азовича и Гитлера. Вот. Было ли у него покаяние? Концентрируйте только на этом. Что был великий человек, там, то другое. Это-то, было ли у него покаяние? Что он натворил? Вот. И практически я дошел до секретаря его, шопер личный, который возил, документальный, притом, они сами говорят. Вот она, Юнга, которая была его там, и не было этого у него. Он погибший окончательно, покаяния не принес. Ну, ладно, говорите еще что. Ага. Ну, только вам понятно, он покаяния, он же самоубийством покончил жизнь. Это правда же? Это говорят так, но никто в это не верит. Верят, что он жил в Аргентине, там, я вот и тоже не верю, что, чего родит он? Зачем ему трех двойников, двойна-то было? Три, три трупа нашли на него похожие и прочее в рваных носках. Зачем бы это? Ну, и притом, Борман бежал, там, говорит, не дошел якобы его, там, снаряд где-то рядом упал. Но остальные, это все разъехали. Сколько этих преступников в Менгеле осталось-то? И Эльзи, Кох, и другие могли как-то спасать себя. А Гитлер бы, да заранее все это обдумал, а тысячекратно. Тем более, это, там, лодки, где у него подводные были, только тайные тропы были, с католической церковью связаны. я и в это не... Я думаю, что его... И Сталин не верил, что он покончил жизнь с самоубийством. Сталин до конца не верил. Так что, я тут никаких открытий не делаю. Я лично не верю в это. Думаю, что был жив, но нигде не появлялся. И там, на Шиге он жил, и прямо фотография показана, когда умер, сильно похоже. Очень интересно. Вот у меня еще, я хотел с вами посоветоваться, такая, как бы, идея появилась, я ее буду реализовать в любом случае. Вот бабушки же, которые ходят в церковь, они же многие Библию-то не знают, я с ними общался тоже. И вот, вот, можно заказать, я хочу как, заказать плееры, есть такие плееры маленькие, которых можно закачать Библию, и они будут ее слушать. Ну, я и куплю, и там, раздавать буду бабушкам. И вот, я вот думал, что туда закачать? Просто Евангелие, там, Новый Завет, или с толкованием это сделать, или вообще, что туда можно закачать, что можно вот для бабушек, которые читать уже не будут точно никогда, но это они будут слушать. В храмы, которые ходят бабушки. Ну, раньше я дело имел с катушками. Мы размножали, для бабушек покупали магнитопон, такой некондиционный, очень высокий мастер у меня, был высокого класса, он их делал на нужную скорость 4,7 сантиметра в секунду, и мы дарили, которые не могли купить. Они сидели дома, а что с наушниками где-то, я даже не представляю, как бабка будет, она потеряет через полминуты. Я уже делал, уже делал, уже давал, и слушают только так. Ну, я не знаю, опыта нету, не могу ответить. А когда мы делали раньше, тогда было понятно, они собирались, как посиделки, возле магнитопона, там и златоусы, жития, и Библия, то есть материала мы много давали им, тем более, я создал материал, а тем и к свету, из разных писателей, дореволюционных, рассказы такие, трогательные, у Льва Толстого есть такие рассказы, и они везде слушали. Ну, так вот, а что, у меня, допустим, будет возможность, что-то надо такое, либо вот Евангелие просто одно, либо Евангелие с толкованием, либо просто, может, каких-то святых отцов, вот что им для спасения, что вот они же умирать скоро. Всех под одну никак нельзя сказать, можно псалтырь дать, считать. Даже когда стало у нас не на катушках, а на маленьких таких кассетах, я Библию переписал, и покупали, ничего тут не дарили, покупали. Или отдельно Новый Завет, или отдельно пленка только про псалтырь, отдельно. И они дома слушают, но мы говорим, а пони, но никак не в ушах. Я это даже не понимаю. Не то, что, даже не представляю, бабка с заткнутыми ушами, и так-то ничего не слышат. Ну, дома, ну, там-то, вот поэтому-то и в ушах, там все слышно же. Не знаю, ответить не могу, потому что опыта у меня никакого, и я так думаю, что они еще не получатся. Слушать не будут? Не будут, не будут, они просто не будут. И потеряют. А деньги большие, это не игрушка. Думаю, этого делать не надо. Сейчас, как бы просто китайские, продается, знаете, сколько, 90 рублей стоит, плейер такой. Ну, я не знаю. У нас, и, и 100 рублей, там, эти. Одна знакомая, она собирает посиделки у себя, и смотрит, как телевизор, и смотрят наши ролики все. Народ собирается у одного человека, Екатерина Голубева. И вот так, это тут понятно как. И тем более, как они собираются, она высылает мне, я их выставляю. Уже. Я видел. Что-то видел. Ну, вот так. Это тут понятно, объяснимо. А чтобы бабка с наушниками, я даже не видал. Ну, я видел даже, она Байкер, бабка, 80 с лишним лет, она на мотоцикле. Ну, ясно дело, что своей смертью не умрет. Ну, ну, а как еще, если вот глухой человек, слушать так не будет. Слепой не будет читать. А в уши ему сунул, и все, и будет слушать. Потому что деваться-то не будет. Сделайте один экземпляр, сделайте, посмотрите, что будет. Ну, я одной слепой бабушке, слепой, я и сделал, она сейчас целыми днями слушает. Вообще не переходит, вообще не перестает. Я ей, знаете, сделал этот, Феофан Затворник, евангельская история. То есть, там не четыре Евангелия, а просто, ну, как бы подряд идут. Он там расположил, так, хронологически, и вот она слушает уже, я не знаю, год может, каждый день, часами просто. Но она слепая, правда, слепая. Она никуда не ходит, сидит на месте. Тут, понимаете, как раз там. А это она везде будет идти, она сразу же потеряет. Ну, не везде уж, дома только. Ну, и дома она, если глаза веет, она и готовит, и уходит, бывает, и за живностью какой-то, потеряет. Да. А вот такая еще тоже идея есть. Распечатать вот евангельские чтения же, которые происходят в храме, там же ничего не понятно никогда, там на церковно-славянском люди не понимают этого вообще, задом к народу. И вот у меня есть идея распечатать на русском языке Евангелие и апостол, на вот, хотя бы на воскресенье, на субботу, и раздать их в храме, раздавать, чтобы люди не как истуканы стояли, а когда читают Евангелие, они тоже читали на русском. Как вы думаете, это пройдет такое? Ну и так, что я молился много лет об этом, и Господь услышал молитву. Кто-то издает по благословению патриарха, щитвилье Евангелие, красный который, не надо ничего выдумать, готовые закажи в Москве, адрес возьмите, Володя знает, и вам пришлют, только за пересылку там заплатите, и раздавайте, не мучайте себя, тем более жирным шрифтом, очень хорошее Евангелие. И на второй странице написал по благословению святейшего патриархи Кирилла. У меня уже 500 штук, я уже раздал несколько роботов. Вот и все. А сам ты будешь делать, зачем тебе пурхать об этом? Ну там, понимаете, в храмах-то люди стоят, они же не будут Евангелие листать. Они вот так им бумажку дали, они все и читали. Ну в общем, я вам не советую. Готовый Евангелие дай, она должна считать дома. А церковь-то все равно она ничего не поймет. Люди так уже сделали. Наша вера рассчитана на людей, которые ничего знать не будут, чтобы готовый товар для сектантов был. Что люди-то в сектах-то идут. Сейчас сектантов-то уже намного больше, чем православных. А почему? Мы сами создали эту почву. Ничему не учим. Она услышала о Боге. Вот у меня одна пишет, 84 года, писала. Она пошла к свидетелям Иегову. Она подошла к батюшке так, а те с Трофим? Вот я хочу вот такой вопрос, это Евангелие, а что это означает? Ну ты, Агафья, ходишь в храм, ну зачем тебе знать другое-то? Это зачем тебе? Она в другой раз подошла, он опять ее отшил. А потом кто-то звонит, она открыла, две прекрасные девушки стоят. А вы не хотели бы Библию изучать? Библию, заходите ко мне. Все, все иконы пожгла, и теперь она никогда оттуда не выберется. А Златоуз говорит, одна душа, если погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за нее, ибо за нее умер Христос. Вот и все. А их миллионы гибнет. Вот и весь ответ. Нам рта раскрыть не дают наши дела. Когда я говорю о монахах, я говорю, почему они сидели? А я против монахов, как лютуют эти. Я псевдоправославный, это я млжеправославный. Ну, как угодно называй. Но дело-то в том, что не пошли монахи. У одного по хоме 11 тысяч, дивизия. И ни одного. Дорога не разговаривает, за столом не разговаривает, и пока в столовую шел не разговаривать. Молчание у них стало золотом. Утонули в золоте, и там мусульманство. Профукали. Два миллиарда мусульман могли быть православными. И они, когда говоришь, они только злобятся больше. А я говорю, одели. Они, не давая потомству, уходили в песок. Вот и все. Всего сколько было у нас благовестников в христианстве, настоящих миссионеров, вот на одной руке, на пальцах можно посчитать. Вот у русских было, кто здесь? Ну, Стефан Пермский. Он пермякам там, зыряным проповедовал. Дальше. Иннокентий, Вениаминов, митрополитом сделался московским. Всему северу проповедовал. Два. Архимандрит Макарий Алтайский у нас здесь. А крестил 475, кажется, там, Айротов это. Дальше. Николай Японский. В Японии. Изучал язык и там проповедовал, говорил. Я насчитал, всего только 4. до 5-го-то еще подумать надо, кого поставить. Вообще-то не было и ни во что ставилось. Главное, стоял службу, хоть ни одного слова не понимал. А зачем тебе понимать? Бесы понимают. Бесы понимают. Это и для бесов, что ли, ведешь. Если не понимаешь, для чего это слово, то оно же смысл содержит. Если ты смысл не понимаешь, то и слова, значит, нет никакого. Я на тебя чужостранец, Павел говорит. Лучше 5 слов, говорит, на понятном языке, чем 10 тысяч на незнакомом. А 10 тысяч, это что? Намного больше, чем 5 слов. Ну, так в итоге, как благовестие это нести? Как можно дело Божие это делать? Как бы, у меня, я просто, идеи, какие у меня рождаются, я вот их вам рассказываю. Ну вот, можно там раздавать Евангелие, Красные Евангелие, можно раздавать в храмах даже. Потому что в храмах они, я в храме видел, их продают, в храмах даже. То есть, стоит Евангелие Красное, и их цена есть на него. Ну, это уже они опять дальше берут, даром и продают. То есть, опять же, то же самое. Ну, в храмах-то можно взять, и просто мне встать, и раздавать в храме. В самом храме я не советую раздавать. Это территория, которой священник командует. Он сразу на вас набросится. Не, с разрешения, с разрешения, конечно. Ну, с разрешения. Лучше за пределами церковной ограды. Там территория ему не принадлежит, она принадлежит городу. Они сразу возревную. И даже с его разрешения, он разрешил, а завтра опять откажет. Он думает, как бы люди не ушли, им еще бы питаться будет нечем. Это огромные здания, неповоротливые такие, огромные, с колоколами, стоят только для выжимания денег. Они для чего не нужны. Почему? Да потому что вы это превратили в торговую точку. Все продается. И таинство продается. Симония, смертный грех. Закрещение платят деньги, как патриарх Алексей об этом говорил. Страшно сказать. Говорит, и за крещение берут деньги, как будто он изолированный был, не знал. А раздача Евангелия так просто на улице. Вот мне, ну, люди некоторые сказали, что типа не надо так делать, потому что кто-то выкинет в помойку. И в помойках найдут. Да, бывает и на помойке, но еще из этого. Хлеб, который берут на помойке, посмотри, сколько хлеба валяется. Еще не продавать его? Там сколько хлеба-то выбрасывают. И колбасу выбрасывают. Из магазина виноград, яблоки, которые чуть-чуть, маленько подпорченные, продавать нельзя. Роспотребнадзор иначе отрубит. Миллион штрафу будет. Они поэтому все списывают, которые знают, знакомые. Они приходят и берут. Нормальные продукты, хорошие. Хорошие там, молочные продукты. Бывает хлеб, маленько там заплеснил. Обрезал и взял. Ну, это от жира. Чуть-чуть маленько коснется, так все будут есть. Да. Вот по поводу 8 марта еще вопрос. Я посмотрел ваши стихи по поводу 8 марта. Мы им прислали, да. И так, видео всякие набрал, тоже посмотрел. Ну, и тоже все как расходится. Сейчас как-то общецерковное, что, ну, как бы, а что плохого в том, что, ну, поздравишь ты, ты мать свою там, там, жену свою. с чем, с чем поздравить, а что она хорошего ей пожелаешь, там, и прочее, прочее. Пожелай в другое время. Зачем в день разврата это делать? Вы еще не понимаете даже, какой тайный смысл был заложен. Когда напиши восьмерку и арабскими буквами месяц, я когда узнал это дело, ужаснулся, как обдумано все. В году только один день, который подходит для того, чтобы вот так манипулировать им. И в один день в году не теряют столько девственности, как в этот день. День разврата. Ну вот, и вот эти три дня, наверное, разврата есть. Новый год, день Валентина этого и вот этот день. Ну тут прямо называется женский. А Новый-то год, это там пьяное, там еще и... Ну там, день пьяниц. Да. Ну вот так. Да, и вот еще хотел тоже вопрос оттать сейчас. А, ну, все, в принципе, все. Мы затронули вы эту тему, сами уже прошли. Уходим. Ладно, спасибо вас, Христос. Слава Христос. Давайте свое дело делайте, что не доделали. Делаем, и уже потом расскажу результаты. Да, все, отошел. Слава Христос. Слава Христос. Слава Христос. Слава Христос.